Вот и справа табличка, высота все еще 970 метров написана. И вот видите, справа вот эти горы, это уже горы Кемера, и за ними уже наш западный курорт. В итоге, из Кемера до Алания 400 километров побережье у нас город Анталия имеет. И здесь расположены около 800 гостиниц, которые на все включено работают, даже и на ультра все включено. Вот у вас тоже есть такие отели здесь, в Белике. Больше всего туристов в Турцию приезжают в Анталию, конечно. Анталия сам особо не очень большой город. Мы говорили сегодня, Истамбул, да, 17 миллионов, самый крупный город в Турции. Наша столица это кто? Анкара. Вот прямо в сердце Турции, видите, Анкара. 7 миллионов наше население. Третий большой город это Измир. Измир около 6, уже стало 5,5-6 миллионов. Это третий крупный город. В последние годы Измир очень много переселений идет, потому что на побережье и не так жарко, как Анталия, это тоже привлекающий район, город Измир. Если что, я тоже из Измиры. Живу там зимой, летом в Анталии приезжаю на работу. Вот тут около 500 километров вот это расстояние получается. Между Измирой, Анталией, Денисной, где мы сегодня выходим, город, Приморем, так называемый, да, где помукали. Возле Измиры есть очень много курорта, опять же. В Измире, например, Чешме, потом Кушадасы, здесь Мармарис, Даламан, Бодром, Фетье и так далее. И потом тут уже начинается Далян, который почти на границе. А тут уже у нас Дембре, Каш, Дембре. Это уже анталийские такие города. И все это побережье уже к Анталии относится. Анталия 2,5 миллиона, он пятый большой город. То есть четвертый в Турции, это Бурса. Бурса это древняя столица Османской империи. И пятый это Анталия, 2,5 миллиона. Конечно, у нас население очень сильно меняется. Зимой до 1,5 миллиона снижается, а летом до 2,5 миллиона растет. Это население местных людей. Туристами считается. Туристов приезжает в Анталию. В прошлом году 14,5 миллион туристов приезжали в Анталию, отдыхали. Представляете, город 2,5 миллиона, а 14,5 миллиона отдыхали в Анталии туристы. Ну, конечно, Анталия лучший город, самый теплый, где одни прекрасные отели подряд, одни песчаные пляжи. Очень многие наши гостиницы на побережье имеют такой рекламный образ. С одной стороны, синий флаг, может, слышали, синий флаг на побережье. У кого красивые пляжи, у кого кожаные, чистенькие, где проверяется все это, поддерживается чистота. И море, где чисто, там и полагается, что можно повесить, то есть только с позволением министра соцкультуры и туризма, синего флага дают, на гостиницу даются. Я думаю, в Ашателе тоже на пляже, если вы ходить будете, например, завтра, где там выход на песок, уже там иногда бывают информационные таблички, флаги там. Ну и синий флаг, если вы видите, значит, наша гостиница также находится в этой службе, поддержка чистоты, в принципе. А так, Анталия, конечно, из-за того, что самый яркий курорт в Турции, он поддерживается экологически тоже. Например, в Анталии ни одной фабрики нету, которая, возможно, загрязняет природу или воздух. Там нигде ничего не димит, если так посмотреть. Вот скоро город уже будет видно. На небо так посмотрите, нигде никакого димфабрики нету. Это запрещается. В Анталии опять же для поддержки туризма, особенно на морские побережья, на курортов, не разрешается строить отели выше деревья. Ну, как лес, какой высотой, на такой же высоте можно только строить гостиницы, но выше лесов очень мало. Да, если даже есть, это видно, что из старых времен, но это когда давно строили, получается. Также в Анталии, когда зима, здесь... Зима, конечно, для вас, может, смешная зима, но тут 12-15 градусов в среду.